Всем привет! Получил я вот такой вот с Алиэкспресса паяльничек. Очень даже хороший. Но дело в том, что он перегревался. Вот здесь у него есть регулятор. Тут у него условные такие есть. Тут от 450 до 200 температура, градусов. Вот ставишь когда на 200, он самое малое. И всё равно он очень горячий. И я решил, что нужно его что-то тут это дело утихомирить. Поэтому я его разобрал и переделал. Когда переделал, потом я подумал, думаю, да вам-то надо было показать, как это всё переделывать. Может вам тоже понадобится. Поэтому я снова буду теперь вот это вот вам показывать, как это всё делать. Вот в комплекте с ним была вот такая подставочка. Для того, чтобы уставить, мне она такая не нужна. Потом вот были вот такие вот к нему наконечники, чтобы паять всякие тут острые, плоские тут всякие. В общем, разбирается он очень легко. Вот смотрите как. Вот берём вот так вот, откручиваем вот эту штуку. Вот он вот так снимается. Вот наконечник вот этот. Если нужно другой, значит вот, пожалуйста, снимаем, другой одеваем. Вот так вот берём вот эту ручку. Вот так выдёргиваем её. Потом нужно открутить. Так, и сняли. Вот тут керамический нагреватель. Вот он. Потом такая трубочка здесь есть ещё. Теперь нужно его взять и вытянуть. Вот так вот. Или вот отсюда вытолкнуть его. Или тут вытянуть. Вот тут так вот берём его и вытаскиваем. Вот оно. Всё, мы его разобрали. Вот тут семистер стоит. Стандартная схема. Вот я как-то тут фильм снимал, как работает тиристор, там, семистер. Вот. Ну, вот такая же схема. Ничего тут такого замудрённого-то нету. Вот я её где-то в интернете находил, эту схему. В общем, тут вот два резистора, конденсатор, диод, светодиод есть. Вот он. И вот этот вот, который регулирует. Вот. И всё. И ничего тут больше нету. Так вот здесь вот, вот этот вот, 500 кОм, вот этот вот резистор. Вот. А в параллель ему стоял ещё один. Вот он. Я его выпадил отсюда. Вот. 150 кОм. Вот оно. Вот такое. Это блоха такая вот. 150 кОм. Значит, можно для того, чтобы у него сделать, чтобы он регулировал в сторону минимальной температуры сдвинуть, можно два варианта. Либо вот это R2, вот это 10 кОм, его взять, увеличить и поставить, например, там 30 кОм, там 100 кОм. Ну, в общем, ну, это подбирать надо. Вот. Или же вот этот вот регулировочный, вот этот вот, где у нас регулятор, вот это вот сопротивление, убираем вот это, 150 кОм. Вот, 150. Вот. И делаем побольше. Я пробовал один мигом. Ну, всё равно это самое, что-то всё сдвинулось не туда, куда надо. В общем, не получилось у меня так. Вот. Я тогда давай тут другие подбирать. В общем, короче, сейчас у меня 430 кОм. Вот она, да. 430 кОм. Вот. При этом получилась такая регулировка. Когда я ставлю 200 градусов, то он практически не плавит олова. В общем, ну, даже он и не включается. Когда ставлю 250, вот этим вот, вот тогда он немножко начинает греться. Когда ставим 300, вот тогда он уже начинает плавить слабые такие вот это вот, ну, сплав в Будо, сплав в Розы. Вот он плавит. А когда мы ставим, значит, 240 или 250, ну, тогда вот обычный стандартный припой. Вот он его плавит. Вот. Ну, а когда мы на максимум ставим 450, вот, ну, тут тугоплавки он уже может плавить. Вот. Так что вот так вот это самое получилось с регулировкой. Потом вот у него светодиод здесь есть. Вот. Я тут поумничал маленько. Думаю, а что тут он? Ну, тускло светит этот светодиод. Тем более, значит, через вот эту вот она почти не просвечивает. Вот. Ну, я взял его, выпаял и поставил тут другой. Ну, почему-то другой у меня не захотел работать. Вот. Ну, не захотел и все. Я думал, он у меня сдох этот светодиод. Нет, выпаял его, попробовал. Рабочий. Ну, в общем, что-то тут со светодиодом не того. В общем, короче, что-то подбирать какое-то надо. Вот. Да я его на место сюда снова припаял. И так вот я и оставил. Значит, вот это вот 430 кОм. Вот. В параллель вот этому переменному. Вот. Все. Теперь у нас регулировка здесь как надо. Так что вот советую вам это дело. Вот. А как я его выписал? А я выписал этот фен. А он, оказывается, вместе с феном в комплекте. И вот эта радость была. Вот. Я так распечатываю. Думаю. Ну, на. Надо же. Они мне тут что-то положили-то. А я и не знал, что там она с феном вместе. Комплект такой. Паяльная станция. Вот. Ну, в общем, так. Собираем все в обратном последовательстве. Тут пазы такие есть. Вот. Мы вот так вот вставляем. Вот. Потом. Вот он, он этот самый регулятор. У него тут 4 этих самых направляющих. Так, в каком положении он был. Я что-то уже забыл. Так. Тогда мы вот берем вот так, поворачиваем в какое-то крайнее положение. Так, вот в это в положение. В крайнее. Вот. И, соответственно, вот эту нужно будет так. Это, то есть, в положение 450 градусов. Вот. Все. Вот так. И вот она будет регулироваться. Вот сюда, значит, у нас 200 градусов. Вот. А здесь 450. Ну, эти величины условные. Потому что здесь нету датчика температуры. Здесь никакого. Здесь просто нагреватель. И все. И радуйтесь жизни. Больше ничего тут нету. Так что он без обратной связи. Вот. Потом вот эту вот одеваем тут. Тугоплавкую на эту штучку. Вот. И собираем сил в обратном порядке. Вот. Так что вот, когда вы купите. Вот. Но я так посмотрел на Алиэкспрессе. И они в отдельности продаются. Паяльники эти. Да, там что-то порядка 500 рублей. Вот. Но я говорю, что я его вместе с это самое, с феном. Ну, про фен я потом вам расскажу. Там тоже еще надо кое-что разобраться с ним. Вот. Ну, а паяльник, вот он. 60 ватт паяльник. Вот. Я тут замерил его сопротивление. Вот этого нагревателя. Сопротивление у него было. Так, где-то я записал. 535 Ом. 535 Ом. То есть, получается, что он не 60 ватт, а ватт 90 потребляет на полную. Но это же ненормально. Если он 60 ватт, на его настолько много. Вот. Поэтому вот пришлось вот так вот дело сделать. Вот. Ну и все. И вот он нормально стал работать. Так что вот. Вот смотрите, как он дразнится. Вот он так дразнится. Какой тут ерж. Более. Короче, вот так вот. Ну, ладно. Спасибо вам за просмотр. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Потом еще вам чем-то интересное покажу. Ну, ладно. Спасибо.